Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня урок литературного чтения проведу я, Нурманова Замира Аблакуловна. Тема урока «Редер Киплинг на далёкой Амазонке» в переводе Самуила Яковлевича Маршака. Эпиграфом к нашему уроку мы взяли слова Константина Георгиевича Паустовского. «Талант его неистащим, язык точен и богат, выдумка его полна правдоподобия, обширные поразительные знания, вырванные из подлинной жизни, во множестве горят и сверкают на страницах его книг». Сегодня на уроке мы с вами в этом убедимся. Итак, откуда же родом Редер Киплинг? Джозеф Редер Киплинг родился 30 декабря 1865 года в Британской Индии, в городе Бамбии. Своё необычное имя Киплинг он получил в честь озера в Англии, где познакомились его родители. Он рос в интеллигентной семье. Его отец Джон Локвуд был профессором школы искусств, а мать Алиса Макдональд была дочерью английского священника. Вспомним о детстве и юности Киплинга. Первые годы жизни, проведённые в Индии, выдались для будущего писателя очень интересными. Вскоре родители перевезли его учиться в Англию. За шесть лет жизни в английском пансионе мальчик из-за нервных потрясений начал терять зрение, заработал бессонницу, которая беспокоила его до конца жизни. Мать забрала детей и вернулась обратно в Индию. Следующим учебным заведением Рейдерда Киплинга стало Дивонское училище, директором которого был друг семьи. Именно он привел юношу любовь к литературе. Киплинг серьёзно увлёкся чтением книг. Прочитав рассказы сына, который ещё в пансионе начал писать, отец Киплинга устроил его на работу в одной из местных газет. Многие из произведений начинающего автора уже тогда получили положительную оценку публики и критиков. Итак, каким же был творческий путь Рейдерда Киплинга? Одним из первых произведений Киплинга стала школьная лирика. Спустя три года в свет вышел его сборник, который назывался «Отзвуки». В нём он подражал знаменитым поэтам и экспериментировал со стилем. В 80-х годах он работает репортером, а в свободное время сочиняет стихи и пишет рассказы. Работа журналиста позволила Рейдергу накопить бесценный писательский опыт. Киплинг стремился писать короткие, но содержательные рассказы. Интересно, что он делал всё возможное, чтобы в его повестях было не более 1200 слов. Так написано его произведение «Простые рассказы с гор». Нужно сказать о том, что Киплинг был не только замечательным рассказчиком, но и прекрасным художником. Самые лучшие иллюстрации, выполненные к его произведениям, сделаны самим автором. Издание, в котором работал Киплинг, предложило ему написать серию рассказов о разных государствах. Он с радостью принял данное предложение и начал с интересом изучать культуру народов Азии и Америки. Много путешествовал, встречался с людьми. В результате им было опубликовано шесть книг, принёсших ему большой успех. В своих произведениях Киплинг часто описывал людей, живших в экстремальных условиях. Он был одним из первых, кто начал прославлять труд и описывать мир таким, каким он был на самом деле. Киплинг успешно писал рассказы для детей. Критики восторженно принимали его сказки, обладавшие высокой моралью и глубоким смыслом. Здесь вы видите книгу «Джунгли», которую написал Киплинг в двух частях. Конечно, свои сказки и рассказы в первую очередь он писал для своих детей. Их у него было трое. Интересно, что именно благодаря сказкам 42-летний Киплинг был удостоен Нобелевской премии. Таким образом, он стал одним из самых молодых Нобелевских лауреатов и первым англичанином, получившим Нобелевскую премию по литературе. Для произведения Киплинга характерен богатый язык, полный метафор и иносказаний. Писатель нес большой вклад в сокровищницу английского языка. Здесь мы видим самые известные его произведения для детей. Маугли, Рикки Тикитави об отважном мангусте, кот, который гулял сам по себе и знаменитая книга «Джунгли» в двух частях. Рейдер Киплинг прожил долгую интересную жизнь. В ней были взлеты и падения, триумфы и трагедии. Самой большой трагедией для Киплинга была гибель его детей. Старшая дочь Киплинга умерла от воспаления легких. Затем, через некоторое время, участвуя в Первой мировой войне, погиб его любимый сын Джон. Трагедия усугублялась тем, что тело сына так и не было найдено. Сам Киплинг прожил 70 лет и умер в Лондоне. Тело его было кремировано и захоронено в уголке поэтов в Вестминстерском аббатстве. Интересно, что рядом с ним покоится другой известный английский писатель Чарльз Диккенс. Итак, переходим к изучению стихотворения на далёкой Амазонке. Прежде чем мы познакомимся с текстом стихотворения, я предлагаю вам обратить внимание на такой метод, как ассоциативный куст. Это один из основных приёмов работы с информацией до чтения. Учитель даёт ключевое слово или заголовок текста. Ученики записывают вокруг него все возможные ассоциации, обозначая стрелочками смысловые связи между понятиями. Это позволяет актуализировать уже имеющиеся знания, активизировать познавательную активность учащихся и мотивировать их на дальнейшую работу с текстом. Итак, мы даём ключевое слово «амазонка». Наши ученики называют те ассоциации, которые приходят им в голову, когда они видят это слово. Ассоциации могут быть разные. К примеру, джунгли. Они ассоциируются с опасностью, с зарослями. Анаконда, крокодилы, Египет. Здесь они могут дополнить, с чем у них ассоциируется Египет. Песок, пирамиды, Нил, Африка. Кто-то вспомнил независимых амазонок-воительниц. Всё, берём сюда, всё в копилочку. Приключения ассоциируются у нас с рекой. Тропики, жара, пальмы, море, фрукты. Таким образом, ещё до начала знакомства с текстом стихотворения, с текстом вообще, ребята уже как бы мозаикой выстраивают то, что они ожидают увидеть или услышать. Ассоциация способствует свободному и открытому мышлению. Эту стратегию рекомендуется использовать на разных этапах актуализации и рефлексии, как во время групповой работы, так и индивидуально. Итак, прежде чем прочитаем текст стихотворения, дадим короткую справку об этом произведении. Стихотворение на далёкой Амазонке было написано Киплингом в 1889 году. В это время он много путешествовал. Побывал в Бирме, Китае, Японии, США, пересёк Атлантический океан и остановился в Лондоне. Это стихотворение о родной земле и о новых таинственных и невиданных землях, о которых только мечтает поэт. Замечательный русский поэт и переводчик Самуил Яковлевич Маршак перевёл стихотворение Рейдзиарда Киплинга на русский язык. Позже оно было положено на музыку и получилась весёлая детская песенка. Интересно, что название стихотворения принадлежит также переводчику Самуилу Яковлевичу Маршаку, так как автор включил это стихотворение без названия в заключительную часть своей прозаической сказки, которая называлась «Откуда пошли армадилы». Итак, прочитаем стихотворение. На далёкой Амазонке На далёкой Амазонке не бывал я никогда. Никогда туда не ходят иностранные суда, Только Дон и Магдалина, быстроходные суда, Только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам Суда уходят в плавание к далёким берегам. Плывут они в Бразилию, 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 И я хочу в Бразилию, к далёким берегам. Только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина, Только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Никогда вы не найдёте в наших северных лесах Длиннохвостых ягуаров, броненосных черепах, Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей, Такое изобилие невиданных зверей, А в солнечной Бразилии, Бразилии моей, Такое изобилие невиданных зверей, Увижу ли Бразилию, 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 Увижу ли Бразилию до старости моей? Вы видите, что стихотворение очень мелодичное, и даже без музыки его можно петь как песню, оно напоминает песню. Вот такое красивое стихотворение. Итак, когда мы познакомились со стихотворением, мы переходим к словарной работе. Для неё мы предлагаем такие слова и словосочетания. Быстроходные суда, корабли, которые быстро плавают. Гавань, место стоянки кораблей. Четверг, четвёртый по счёту день недели. Изобилие, излишество, обилие, множество, достаток, богатство. Как вы видите, последнее слово, лексическое значение его мы объяснили с помощью синонимов. Какие же вопросы мы можем предложить ребятам для беседы? Первый вопрос. Понравилось ли вам стихотворение на далёкой Амазонке? Второй. Какую страну мечтает увидеть герой этого стихотворения? Какие корабли плывут в эту страну? Какие животные упоминаются в стихотворении? Какие ещё животные обитают в Бразилии? Назовите их. На стадии рефлексии мы предлагаем провести стратегию телеграмма. Этот метод очень интересный. Все ребята его очень любят и увлечённо работают на этой стадии урока. Итак, в чём же она заключается? Обучающимся раздаются бланки для телеграммы и предлагается написать телеграмму кому угодно, в которой необходимо выразить своё состояние после урока. Очень короткая запись в тексте, не более 10 слов. Какие же вопросы могут задеть учащиеся, когда работают над своей телеграммой? С какой темой мы сегодня познакомились? Что понравилось, запомнилось на уроке? Чему мы с вами научились? Какие трудности возникли? Что получилось, что не получилось? Домашним заданием можно попросить ребят подготовить выразительное чтение, стихотворение Рейдерда Киплинга на далёкой Амазонке. На этом наше занятие закончено. Всего вам самого доброго. До свидания. Продолжение следует... 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 где этот объект находится. Теперь давайте выясним. Мы с вами говорили, что существуют виды масштабов. Давайте посмотрим. Масштаб 1 – 10 000 или масштаб 1 – 25 000 000. Вроде бы мы смотрим на цифры, этот масштаб выражен только числами, поэтому такой масштаб называется численным масштабом. Что мы можем определить по численному масштабу? Если мы внимательно посмотрим на числа, мы с вами, оказывается, можем увидеть, что числа показывают, на какую величину уменьшено расстояние. То есть если мы посмотрим на картинку, значит, этот масштаб у нас более будет крупнее, значит, он может быть выражен в 10 000 раз уменьшена территория, а этот совсем мелкий, значит, можем сказать, что территория уменьшена в 25 миллионов раз. Но кроме этого, мы с вами знаем, например, очень часто можем видеть масштаб в одном сантиметре 100 метров или такой масштаб, как в одном сантиметре 500 километров. Такие виды масштабов мы с вами выяснили, что называется именованными масштабами. То есть каждая цифра как бы 1 сантиметр 100 метров, 1 сантиметр 500 километров имеют как бы свои имена. Таким видом масштаба очень удобно определять расстояние. То есть если мы хотим определить расстояние от одной точки до другой, мы с вами воспользуемся именно именованным масштабом. Масштаб еще бывает линейный. Давайте посмотрим, как им можно использовать. Если вы видели на карте, используется именованный масштаб, численный масштаб и обязательно линейный масштаб. Посмотрите, если мы возьмем циркуль и циркулем измерим одно расстояние и приложим к линейному, здесь мы сразу можем определить, что в одном сантиметре находится 1000 метров или 1 километр. А значит при использовании линейного масштаба очень удобно производить расчеты расстояния, потому что мы это сделать можем сразу. Итак, давайте теперь попробуем выяснить. На карте не всегда все отмечено прямой линией. Есть, например, объекты, такие как реки или дороги, которые обозначаются извилистой линией. Поэтому такие извилистые линии мы с вами тоже можем измерить и найти расстояние. Одним из таких способов является, например, мы можем взять нитку и провести ее так, чтобы все изгибы повторились, потом выпрямить нитку и измерить ее на линейке. И тогда мы с вами узнаем, сколько это будет сантиметров. В данном случае мы с вами видим, что здесь линейка показывает 6 сантиметров. Если мы с вами знаем масштаб карты, а масштаб карты составляет это 250 метров, значит умножив мы можем найти расстояние на местности. Также существует прибор, который называется курвиметр. Это определенный прибор в виде колеса, который двигается по извилистой такой линии и показывает, например, если в этом курвиметре мы увидели, что расстояние показывает 33 сантиметра, а масштаб карты составляет 500 метров, то мы с вами можем определить расстояние на местности. То есть показания курвиметра умножаем на масштаб и получаем 16,5 километра. Теперь давайте попробуем выполнить практические задания. Перевести численный масштаб выименованный. Нам даны два численных масштаба. Первый масштаб 1 к 3 тысячам, второй масштаб 1 к 25 миллионам. Как нам эти масштабы превратить из численного в именованный? Для этого мы с вами должны будем число, стоящее в знаменателе и соответствующее количество сантиметров, перевести в километры или в метры. Посмотрите, масштаб 1 к 3 тысячам или 1 сантиметр на карте 30 метров, если мы его переводим в метры. Значит, что мы с вами сделали? Мы просто-напросто убрали два нуля, и у нас получилось в одном сантиметре 30 метров. Если мы будем переводить в километры, у нас получится 0,03 километра. А значит, в данном случае именованный масштаб будет выглядеть в одном сантиметре так удобнее 30 метров. Второй масштаб давайте посмотрим 25 миллионов. Здесь мы видим метры, где мы превращаем в 100 сантиметров, и в одном километре тысячи метров. Если мы посмотрим на два этих числа, у нас в общем получается 5 нулей. А значит, нам в знаменателе числа надо убрать 5 нулей, если мы это превращаем в километры. А если в метры, мы с вами говорили, мы убираем всего лишь два нуля. А значит, зачеркнув 5 нулей, мы получаем масштаб, что в одном сантиметре 250 километров. Теперь давайте попробуем сделать наоборот. Именованный масштаб перевести в численный. Например, масштаб в одном сантиметре 20 километров, и второй в одном сантиметре 400 метров. Обратите внимание, здесь в именованном масштабе теперь мы метры должны превратить и километры в сантиметры. Как нам это сделать? Если расстояние на местности выражено в метрах, тогда, чтобы получить знаменатель численного масштаба, мы должны к нему прибавить, раз это километры в метрах, то есть мы прибавляем два нуля. А если мы хотим выразить в километрах, значит, знаменателе нам нужно будет приписать уже пять нулей. Давайте попробуем это сделать. В одном сантиметре 20 километров. Значит, мы с вами знаем, в одном метре 100 сантиметров, в одном километре 1000. У нас здесь вместе получилось пять нулей, значит, мы к этому знаменателю прибавляем пять нулей. И у нас получается масштаб в одном, то есть один к двум миллионам. Так же мы поступаем со вторым, но обратите внимание, здесь он выражен в метрах, а значит, в одном метре 100 сантиметров. Значит, к этому числу мы должны добавить всего лишь два нуля, а значит, получается численный масштаб в одну, то есть один к сорока тысячам. Давайте теперь попробуем поработать с картой. Вот такое задание. Пользуясь картой масштабом 1 к 12 миллионам 500 тысяч, найдите расстояние между точками А и В на местности, если расстояние между ними равно 7 сантиметров. Значит, мы с вами сейчас находим расстояние по прямой линии. Итак, как мы решим с вами это задание? Посмотрите, на карте один сантиметр соответствует 12 миллионам 500 тысяч сантиметров или 125 километров. Как мы с вами это нашли? Мы с вами сказали, убираем или делим на 100 тысяч. Теперь, если в одном сантиметре 125 километров, то в 7 сантиметрах, как нам надо будет узнать, мы должны будем 125 километров умножить на 7 сантиметров. И тогда мы получим, что на местности это расстояние равно 875 километров. А значит, даем ответ, что расстояние между точками А и В на местности равно 875 километров. Теперь давайте попробуем выполнить следующее задание. На карту перенесено расстояние между объектами на местности, составляющее 66 километров. На карте соответствующий отрезок между этими объектами равен 11 сантиметров. Определите численный масштаб и именованный масштаб данной карты. А значит, нам нужно будет определить численный и именованный масштаб. Теперь мы с вами знаем. Для того, чтобы составить, давайте составим пропорцию. Значит, на карте у нас это расстояние равно 11 сантиметров, а на местности оно составляет 66 километров. Как же нам тогда определить масштаб этой карты? Значит, для того, чтобы определить масштаб этой карты, мы должны произвести следующие записи. Значит, 11 сантиметров это 66 километров, или превращаем в сантиметры. 11 сантиметров 6 миллионов 600 тысяч сантиметров. Или сразу мы с вами находим, что численный масштаб у нас будет равен 1 к 6 миллионам 600 тысяч. Теперь давайте посмотрим, как же тогда будет выглядеть именованный масштаб. Если внимательно посмотреть, то мы с вами говорили, помните, убираем пять нулей, потому что нам надо превратить их в километры. А значит, убрав с этих масштабов 5 нулей, мы получим в одном сантиметре 66 километров. Вот мы с вами выполнили это задание и ответили на данный вопрос. Следующее задание давайте внимательно посмотрим. Итак, расстояние между двумя городами составляет 450 километров. Масштаб составляет 1 к 5 миллионам, чему будет равно, то есть расстояние на карте. Теперь для того, чтобы определить, еще раз смотрим. Значит, нам дан масштаб карты 5 миллионов, у нас есть расстояние, в данном случае между городами составляет, мы с вами сказали, 450 километров. Но нам надо определить на карте, сколько это будет сантиметров. А значит, мы с вами видим сразу, если мы здесь уберем 5 нулей, то у нас получится, что в одном сантиметре 50 километров. А значит, теперь, чтобы определить сантиметры, мы с вами знаем на местности расстояние 450 километров, составляем пропорцию. Итак, 1 сантиметр умножаем на 450 километров и делим на 50 километров. И мы получаем, что это расстояние на карте равно 9 сантиметров. То есть расстояние на карте будет равно 9 сантиметров. Посмотрите на линейке, измеряем и доказываем, что действительно это 9 сантиметров. Если, например, дается такое задание, расстояние между двумя городами на карте составляет 9 сантиметров, масштаб карты 1 к 5 миллионам. А вот теперь надо определить, чему равно расстояние на местности. Так же, как и мы делали в первом случае, мы можем сразу записать в виде пропорции. Значит, мы с вами видим, что в одном сантиметре 50 километров. Теперь нам известно расстояние на карте, а вот расстояние на местности неизвестно. А значит, пропорции перемножаем и получаем, что расстояние на местности равно 450 километров. Можно также дать задание, которое мы сейчас с вами посмотрим, когда нужно определить масштаб карты. То есть здесь дано расстояние на местности, дано расстояние на карте, а вот теперь нужно будет определить масштаб. Этот масштаб у нас неизвестен, то есть мы знаем 9 сантиметров это на карте, 450 километров это на местности. А вот чему равен масштаб, как мы это с вами определим? А значит, опять-таки мы в виде пропорции. В одном сантиметре нам неизвестно сколько километров. 9 сантиметров составляет 450 километров. Теперь мы с вами можем решить, значит, один сантиметр мы умножаем на 450 километров, делим на 9 и получаем 50 километров. А значит, в одном сантиметре 50 километров, или мы с вами можем выразить численным, это будет 1 к 5 миллионам. Значит, в данном случае мы это задание тоже можем выполнить. То есть дать и именованный масштаб, и в то же время определить численный масштаб. Итак, у нас существуют по масштабу не только те виды, которые мы с вами сейчас повторили, но также существуют по классификации. Это крупномасштабные, среднемасштабные и мелкомасштабные карты. Как вы видите, изображение на этих картах, оно отличается. Вам нужно будет выполнить следующее задание. Здесь дана такая топографическая карта, нужно будет от точки А до точки Б определить, какое из этих рисунков, то есть какое в данном случае сооружение мы здесь можем смастерить. Для этого вам нужно обязательно на прошлом занятии, мы говорили, азимут измерить, и, конечно, обязательно обратить внимание на масштаб. И ответить на задание, которое здесь дается. И самостоятельная работа. Значит, две задачи, которые вы должны самостоятельно рассмотреть. Спасибо за внимание. До свидания. Где начинается точка отсчета важных моментов нашей жизни? С первым вздохом? С первым шагом? Или же с первыми собственными открытиями? С осознанием, что не все так просто, что многое можно преодолеть, поверив в себя, в волю, в свою цель. В победу, которая может быть так близка, но остается так недосягаемой. Но я не одна. Рядом со мной идет наставник, который укажет, как пройти этот непростой путь. Задав ориентиры, в решающий момент скажет нужные слова. Что приведет нас к триумфу. Нашему общему триумфу. Здравствуйте. Меня зовут Сой Мария Сергеевна, 43-я школа Инусабадского района. Тема нашего урока – малярная и нормальная концентрация. Химическая учебная задача – это модель проблемной ситуации, решение которой требует от учащихся не только практических навыков, но и знания законов химии, физики, математики. При этом у учащихся идет развитие логического мышления. Что такое концентрация раствора? Концентрация раствора называют содержание растворенного вещества в определенном массовом или объемном количестве раствора или растворителя. При этом малярная концентрация вещества – это отношение количества вещества к объему раствора. При этом данную формулу можно выразить математически, в котором С – это малярная концентрация, ν – это количество растворенного вещества, В – это объем раствора. Единицей малярной концентрации является моль на литр. Зная число малей вещества в одном литре раствора, вы можете отмерить нужное количество для проведения каких-либо химических опытов. На данном этапе с учащимися можно повторить химическое оборудование, такое как мензурка, мерный цилиндр, мерная колба. Также на уроке можно самостоятельно или с учащимися приготовить одномалярный раствор поваренной соли. Для этого необходимо взять мерную колбу объемом 1 литр, в нее поместить кристаллическую соль и растворить, и довести при этом объем до 1 литра. На данном этапе урока вы можете повторить технику безопасности при работе с химическим оборудованием. Малярную концентрацию принято обозначать буковкой М. Что такое одномалярный раствор? Одномалярный раствор – это когда 1 моль вещества растворено в 1 литре раствора. Если концентрация раствора равняется 0,1 моль, то его называют децималярным. Если концентрация раствора равняется 0,01 моль, то его называют сантималярным. Также для определения малярной концентрации используют формулу, в которой происходит зависимость от плотности и процентной концентрации. В данном случае, если мы посмотрим на формулу, Ро – это у нас плотность раствора, С – это процентная концентрация растворенного вещества, М – малярная масса растворенного вещества. Решим несколько задач на определение малярной концентрации. Вычислить малярную концентрацию раствора серной кислоты, если массовая доля серной кислоты в этом растворе 12%. Плотность раствора составляет 1,08 г на миллилитр. Обязательно учащимся нужно говорить, что необходимо записывать дано, все системы единиц, которые нам известны из данной задачи. В данном случае процентная концентрация серной кислоты составляет 12%. Плотность 1,08 г на миллилитр. Нам необходимо найти малярную концентрацию. Так как здесь идет зависимость малярной концентрации от плотности и процентного содержания, значит мы пользуемся с вами второй формулой. Но из всех значений, которые даны в формуле, у нас известны все, кроме молекулярной массы серной кислоты. Мы находим ее по таблице Медилиева, и она составляет 98 г на моль. Подставляем в формулу все значения, и у нас получается ответ 1,38 малярный раствор. Вторая задача. Сколько миллилитров малярностью 0,5 и 0,1 растворов азотной кислоты следует взять для приготовления 1000 мл 0,2 малярного раствора? В данной задаче легче использовать диагональный метод. Его также называют методом Креста или конвертом Пирсона. В данном методе вместо скрещения диагонали записывается концентрация раствора, которую нам необходимо найти. То есть вот сюда. С левой стороны записываются те концентрации растворов, которые нам известны. С правой стороны здесь пишется разница между двумя этими концентрациями. Но необходимо обязательно подчеркнуть, что это не концентрация растворов, которая получается, а массовые части первого и второго раствора. На данной задаче мы рассмотрим с вами этот метод. В данном случае, так как нам нужно получить 0,2 малярный раствор, мы записываем его в середину. С левой части мы записываем те растворы, которые нам необходимы. То есть 0,5 малярный раствор и 0,1 малярный раствор. Находим разницу между ними. Получается, что 0,5 малярный раствор нам необходимо взять одну часть, потому что разница между 0,2 и 0,1 составляет 0,1. А раствор 0,1 малярный нам необходимо взять три части, потому что у нас разница между ними получается 0,3 малярный. Раствор. Общая сумма частей у нас равняется 4. Далее мы находим объем 0,5-малярного раствора и объем 0,1-малярного раствора. При этом наш весь объем, который нам необходимо получить, мы должны умножить на ту часть, которая относится к данным растворам, и разделить на 4. Так как весь раствор мы должны разделить на 4 части, у нас получается в ответе, что объем 0,5-малярного раствора составляет 250 мл, а объем 0,1-малярного раствора составляет 750 мл. Следующее понятие концентрация называется нормальная концентрация. Нормальная концентрация – это отношение количества вещества эквивалента в растворе к объему раствора. Раствор, в одном литре которого содержится 1 моль эквивалентов веществ, называется нормальным. Единицы измерения нормальности можно записывать в виде 1n. Для определения нормальности используется следующая формула. При этом массу растворенного вещества мы умножаем на 1000 и делим на эквивалент, умноженный на объем. Прежде чем приступить к решению задач на нормальность, необходимо повторить с учащимися определение эквивалентной массы оксидов в основании кислоты солей. Для определения эквивалентной массы кислоты необходимо молекулярную массу кислоты разделить на число атомов водорода. В данном примере у нас показана серная кислота. Мы находим молекулярную массу серной кислоты и делим ее на 2. Почему на 2? Потому что в состав серной кислоты входит 2 атома водорода. И ответ у нас получается 49. Для определения эквивалента оснований нам необходимо молекулярную массу оснований разделить на число гидрооксидных групп, которые входят в состав него. При этом также находим молекулярную массу, например, гидрооксида хрома трехвалентного и делим на 3, потому что в его составе 3 гидрооксидных группы. При этом получается 34,3. Для определения эквивалентной массы оксидов необходимо молекулярную массу разделить на число атомов металла или не металла, умноженное на его валентность. Например, если мы берем эквивалентную массу оксида углерода, нам необходимо определить валентность углерода в данном веществе. В данном случае валентность углерода равняется 4. И поэтому молекулярную массу углекислого газа мы делим на 4. Ответ у нас получается 11. Эквивалентную массу соли, при этом молекулярную массу соли мы делим на число атомов металла, умноженное на его валентность. На примере карбоната натрия мы молекулярную массу разделим на 2. Почему? Потому что валентность натрия равняется единице, а число атомов металла в данной соли равняется 2. И ответ у нас получается 53. Только после повторения определения эквивалентной массы классов неорганических соединений мы можем приступить к решению задачи. Например, для нейтрализации 20 мл 0,1 нормального раствора кислоты потребовалось 6 мл раствора едкого натрия. Определить нормальную концентрацию раствора едкого натрия. Согласно законам эквивалента, при нейтрализации, а так как у нас имеется кислота и на нее действует щелочь, это является реакцией нейтрализации, в точке эквивалентности действует равенство, в результате которого нормальность первого раствора мы умножаем на объем первого раствора, и это всегда равно нормальности второго раствора, умноженное на его объем. Подставляем наши значения. Мы знаем нормальность первого раствора и его объем. Но мы не знаем нормальность едкого натрия, но знаем его объем. Составляем математическую пропорцию, и ответ у нас получается 0,3 нормальный раствор. Также разберем вторую задачу. Чему равна нормальность 30% раствора на гидроксида натрия плотностью 1,328 г на мл? Для решения данной задачи необходимо учащимся повторить, что обязательно записывается дано, и в дано записываются те вещества и те единицы измерения, которые нам известны из задачи. В данном случае у нас известна процентная концентрация гидроксида натрия, которая равняется 30%, плотность гидроксида натрия, которая равняется 1,328 г на мл, нам необходимо найти нормальность. Так как у нас здесь известна процентная концентрация и плотность, мы можем взять с вами формулу зависимости нормальности от концентрации и плотности. В данном случае нам известно все условия, кроме эквивалентной массы гидроксида натрия. Так как это основание, мы находим молекулярную массу гидроксида натрия и делим ее на единицу. В результате у нас получается ответ 40. Подставляем все известные значения в данную формулу и вычисляем математически. Ответ у нас получается 9,96 нормальный раствор. Для закрепления учащимся можно предложить решить задачи на вычисление молярной и нормальной концентрации. Первая задача. Вычислить молярную и молярную концентрацию эквивалента, равную 20% раствора хлорида кальция плотностью 1,178 г на мл. И вторую задачу. Определить молярность и нормальность раствора хлорида алюминия, содержащегося в 1 литре, 13,35 г хлорида алюминия. Эти задачи были на закрепление формул, которую вы прошли на уроках, на определение молярности и нормальности. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Филиппова Наталья Анатольевна. Я преподаватель биологии. Сегодня наша с вами тема – это биологические системы, уровни и свойства живого и методы исследований. Каждый педагог ставит перед собой ряд задач. Например, при изучении данной темы мы должны разъяснить детям основные понятия жизни. Также мы должны раскрыть иерархичность природы на примере уровней жизни. Также мы хотим развить в детях логическое мышление. И мы должны детям привить желание изучать биологию, потому что знание биологии в современном мире очень важно. Как мы будем учить детей самостоятельно работать? Мы должны попытаться сделать из детей исследователей. Для этого мы предоставляем детям различные факты. На основании этих фактов мы ставим перед детьми проблему. Затем дети, самостоятельно высказывая различные гипотезы, пытаются решить эту проблему. И благодаря их решению мы дополняем наши уже имеющиеся факты новыми фактами. Если наша гипотеза не верна, то мы ее отвергаем. Если же наша гипотеза верна, мы дополняем ее еще новыми фактами, и она превращается в теорию. Теперь перейдем непосредственно к нашей теме. Ученые на протяжении веков искали сущность жизни. Самое полное определение сущности жизни дает нам Валькенштейн. Он говорит, что живые существа – это открытые, саморегулирующиеся и самовоспроизводящиеся системы, состоящие из биополимеров, белков и нуклеиновых кислот. Чтобы разъяснить свойства живых организмов учащимся, мы можем предварительно задать им ряд вопросов. Например, спросить, как отличить живое от неживого, какими свойствами обладают живые существа. Мы можем предложить учащимся записать свойства на доске или в своей тетради. Затем мы спрашиваем у них, что объединяет между собой бактерии, растения, грибы, животных. Что у них общего. И в процессе обсуждения, когда учащиеся высказывают свое мнение, они находят очень простой ответ. Бактерии, грибы, растения и животные – это живые существа. То есть они должны прийти к этому выводу самостоятельно. Затем мы можем представить им свойства живых существ. Например, общность химического состава, структурную организацию, саморазмножение, саморегуляцию, изменчивость, обмен веществ и энергии, которые включают в себя важнейшие процессы – питание, дыхание и выделение. Далее мы сравниваем то, что мы преподнесли учащимся, с теми записями, которые они сделали самостоятельно. И они сами могут найти, где они были правы и где они ошибались. То есть они проводят здесь свои небольшие исследовательские изыскания. Общность химического состава живых организмов заключается в том, что в составе всех живых существ находятся все химические элементы, которые мы знаем с вами по таблице Менделинга. И если мы сравним с вами объекты живой и неживой природы, то в живой природе будут преобладать углерод, водород, азот и кислород, а в неживой природе будут преобладать кремний, магний, железо и алюминий. Важнейшими химическими элементами для живых организмов являются углерод, водород, кислород и азот. Они входят в состав всех органических соединений. Мы можем предложить учащимся назвать те органические соединения, которые они помнят по курсам ботаники и зоологии. Это будут белки, липиды, углеводы и нуклеиновые кислоты. Второе свойство жизни – это единство структурной организации. Все живые организмы состоят из клеток. Клетки отличаются своими размерами, строением. И клетка является не только единицей строения, но и единицей функционирования. Здесь мы можем предложить учащимся назвать, опираясь на знания курса ботаники и зоологии, какие одноклеточные и многоклеточные организмы им известны. Следующее свойство живых организмов – это обмен веществ. В процессе обмена веществ живые организмы получают из окружающей среды и возвращают ей обратно вещество, энергию и информацию. Три важнейших физиологических качества обуславливают обмен веществ. Это питание, дыхание и выделение. Можно предложить также учащимся назвать, какими способами питаются растения, потому что они это уже знают, какими способами питаются животные. И задать им проблемный вопрос. Что было бы с системой, если бы она являлась не открытой, а закрытой? Следующее свойство у нас – это раздражимость и саморегуляция. Под раздражимостью мы понимаем ответную реакцию организмов на внешнее воздействие. А под саморегуляцией способность организмов поддерживать свой гомеостаз, то есть постоянство своей внутренней среды. И здесь мы также можем поставить проблемные вопросы. Какие ответные реакции есть у растений и животных на изменение условий среды? Какие показатели жизнедеятельности в организме человека являются постоянными? И как наш организм поддерживает эти постоянные величины? И какие механизмы здесь задействованы? Например, обсудить, как мы поддерживаем постоянную температуру тела. Рост и развитие. Рост и развитие живых организмов характеризуются следующими показателями. Рост – это количественные изменения, которые возникают при увеличении количества клеток и увеличении размеров тела. А развитие – это качественные изменения, которые характеризуются поэтапным появлением новых признаков и свойств. Рост и развитие встречаются и в неживой природе. Можно предложить учащимся привести примеры. Например, горообразовательный процесс. И также уточнить, что рост и развитие живых организмов основаны на реализации наследственной информации. И здесь можно обратить внимание учащихся на то, что развитие может быть индивидуальным. Такое развитие называется онтогенезом. И вспомнить их этапы развития, например, лягушки или бабочки. И может быть историческое развитие. Оно будет называться филогенезом. Что можно увидеть на примере эволюции человека. Следующее свойство – это размножение или самовоспроизведение. Можно также предложить учащимся назвать, какие формы размножения им встречались при изучении растений, животных, одноклеточных организмов и многоклеточных организмов. Размножение опирается на два фундаментальных свойства живых организмов. На наследственность и изменчивость. Наследственность – это способность всех живых существ передавать свои признаки и свойства последующим поколениям. А изменчивость – это способность приобретать новые признаки. Далее мы можем также поставить несколько проблемных вопросов или заданий. Например, почему у черной кошки, имеющей трех котят, все котята разные. У одного белое ухо, у другого белые лапы, у третьего белый хвост. Или попросить объяснить поговорку «От осинки не родятся апельсинки». С каким свойством в живых организмах связана данная поговорка. Одним из важнейших свойств является адаптация. Все организмы приспособлены к условиям среды. Например, птицы имеют крылья, поэтому они хорошо летают по воздуху, а рыбы имеют обтекаемую форму, поэтому они прекрасно чувствуют себя в водной среде. Одно из важнейших свойств – это самообновление. В процессе самообновления клетки тела постоянно достраивают недостающие им вещества, восстанавливают поврежденные органоиды, а также обновляются клетки в многоклеточном организме. И вот здесь тоже можно предложить следующее задание. Бывало ли так, что вы случайно испачкали чернилами руки, и чернила долго не отходят, а затем чернила исчезают с вашей руки? Как можно объяснить данное явление? Иерархическая структура биологических систем. Мы должны постоянно объяснять детям, что в природе существует иерархия, то есть соподчинение, и мелкие единицы или структуры объединяются в более крупные. Например, атомы объединяются в молекулы, молекулы объединяются в органоиды. Органоиды в клетки, клетки в ткани, ткани в органы, органы в системы органов, затем из системы органов организмы. Организмы объединяются в популяции и виды, те, в свою очередь, в биогеоцинозы. И биогеоцинозы объединяются в самую крупную единицу, это биосфера. Важнейшие уровни жизни у нас это молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-видовой, экосистемный и биосферный. Молекулярный уровень жизни является начальным и фундаментальным уровнем для живых существ, так как у нас все процессы, происходящие внутри организма, это химические реакции, и в них участвуют молекулы органических и неорганических веществ. На этом уровне у нас происходит обмен веществ и передача генетической информации. На клеточном уровне у нас происходят важнейшие жизненные процессы, такие как развитие, деление и также обмен веществ. Организменный уровень. Организм – это единая неделимая система, способная существовать самостоятельно. Мы можем сказать, что организмы бывают одноклеточными и многоклеточными, простыми и сложными. Популяционный видовой уровень подразумевает, что сходные по строению и способные скрещиваться и давать потомство особи объединяются в группы, популяции. Можно приводить простые примеры. Например, взять человека. Человек представлен одним единственным видом. Человек разумный. Жители каждого государства – это отдельные популяции. Также мы можем заострить внимание на том, что для каждой популяции характерны численность, плотность, возрастной состав, половой состав и также такие параметры, как рождаемость и смертность. И особенно остановиться на том, что популяция – это у нас главная единица эволюции. Экосистемный уровень включает в себя различные популяции разных видов организмов, связанные как друг с другом, так и с окружающей средой. На этом уровне начинаются взаимоотношения между организмами, например, такие как паразитизм, хищничество или симбиоз. А также здесь возникают пищевые отношения, пищевые цепи, происходит круговорот вещества и энергии. Биосферный уровень включает в себя всю жизнь, существующую на нашей планете. Это совокупность экологических систем, и здесь происходит глобальный круговорот вещества и энергии. И можно спросить у учащихся, например, какие экологические глобальные проблемы они знают. Ну, например, парниковый эффект. После каждого уровня можно спрашивать у учащихся, чтобы они назвали компоненты каждого уровня. Также, какие процессы происходят на каждом уровне, и какие науки изучают каждый уровень живой природы. Биология пользуется специальными методами. Это метод наблюдения, сравнительный метод, исторический метод, экспериментальный и метод моделирования. Можно предложить учащимся задания, где они сами должны определить, какие методы используются в данном случае. Например, какой метод использует мальчик, наблюдающий за полетом птиц. Или, допустим, какой метод здесь использован, чтобы наблюдать за белкой. Или, почему, допустим, мы относим пчелу к отряду перепончатокрылых, а муху к отряду двукрылых, и вместе их мы относим к классу насекомых. Какой метод использовали ученые, реконструируя эволюцию человека. Или, в каком методе используются компьютерные технологии. Сегодня мы прошли с вами тему, которая разъясняет нам основные принципы понятия жизни. И поэтому мы можем использовать все эти основные понятия при изучении дальнейших тем и развивать их на последующих уроках. Благодарю всех за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok